Галка, это же у твоего мужа скоро день рождения. Ты что решила ему подарить? Ой, ты знаешь, подруга, я так долго думала над этим. Вот смотри, ну пенка, носки, станок для бритья. Ну это все так банально. В общем, решила купить себе путевку в Турцию. Пусть отдохнет. Встречаются две подружки, не разлей вода, такие, ну куда там? И одна другая говорит, боже, Ленка, на кого ты похожа? Боже, как ты потолстела. Она говорит, что, Света, я потолстела? Да я уже давно похудела. Вот ты видела меня раньше, я была такая толстая. Ну вот как ты сейчас. Слушай, Колян, а я вчера видел, как ты с женой в лес ходил. Ну что там, грибы есть? Ну, во-первых, мы не по грибы ходили. А во-вторых, это не жена, это любовница моя. Да ладно? Да. Блин, ну копия твоей жены. Да? Я однолюб. Знаешь, Валерчик, наверное, надо мне завязывать с этими женщинами. Что такое? Что случилось? Да что случилось? У меня вот постоянно, знаешь, Валера, постоянно все мои отношения с женщинами заканчиваются летальным исходом. Опа. В смысле? Ну, все они залетели. Два друга в бане моются, и один так смотрит, говорит, Игорь, я не понял, ты что, еврей? С чего ты взял? Ну как с чего? У тебя он член обрезанный. Он не обрезанный, надкусанный. Я вам так, Сеня, скажу. Вот шо как хотите, а всегда носите с собой штопор. Не понял, это зачем? Ну а вдруг вам понадобится истина, заключенная в вине. Светка, ты че такая расстроенная? Да представляешь, Галка, захожу я вчера поздно вечером в подъезд, а там маньяк. Ужас. Вот и он так сказал. Две подружки встречаются, одна другая говорит, знаешь, Светка, у меня совершенно коренным образом изменились требования к мужчинам. Да, и как? Теперь самое главное, чтобы он был умный, добрым, ну и нежным. Как ты думаешь, есть такие в Газпроме? Галка, привет. Ой, я смотрю, в книжном была. Да, вот купила. Книга о здоровой и вкусной пище. Зачем она тебе? Сам уж собралась. Ну и что? Как что? Бабушка говорит, если мужа плохо кормить, он похудеет, и с него станут спадать трусы. Причем не дома. Знаешь, Светка, я изменила своему мужу. И расскажу ему в день своей смерти. Ух ты. А ты что, знаешь день своей смерти? Это будет тот день, когда я ему все и расскажу. Слышь, Калян, а ты не знаешь, что Васька такой сегодня замученный? Он спровоцировал Катьку на секс. И что? Ну что, что? Он же не знал, что она будет его насиливать четыре часа к рядом. Слышь, Калян, а ты веришь в Бога? Да не, я, слава Богу, атеист. Встретились две подружки. Одна говорит, представляешь, Ленчик, пишет мне тут один, я бы тебе вдул. А ты ему чего? А я ему написала, вдуй мне денег на карту. А он чего? Третий день молчит, видно, не додувает. Валерчик, лето такое. Вы куда с женой собираетесь ехать отдохнуть? Ты знаешь, вот тогда мы сели, подсчитали наш бюджет и поняли, мы не устали. Прикинь, Вовчик, Виткин дед до самой смерти в 105 лет. Вот на каждой трапезе ел красную икру, черную икру, балыки и запивал это все дорогущим французским коньяком. А два раза в неделю он себе заказывал барашка и это все запивал дорогущим красным итальянским сухим вином. Один раз в неделю Витка специально для дедушки, по его просьбе, заказывал двух проституток и четыре дорожки кокаина. Вот до самой смерти. А ты что? Отчего же он умер? Ну, Витка уже не мог терпеть такие расходы. Он его задушил. О, Сань, привет. Как жизнь? Флыхал, ты развелся со своей? Да, развелся. А что? Да, понимаешь, слишком добрая для меня. Не понял. Что не понял? На всем давала, никому не отказывала. Вот смотри, Светка, у коней кобылы, у быков тёлки, у кобелей суки, у дураков дуры. А я как на своего не глянул, ну король, ну вылитый король. Валерчик, ты слыхал Петров, амбидекстер? Кто? Петров. Две старые подружки встретились в кафе, и одна говорит, а помнишь, Ирка, какие вы были молодые, красивые, прекрасные, особенно я. Он говорит, конечно, помню. А теперь старые, никчемные, особенно ты. Ты знаешь, Вовчин, так хочется поехать на рыбалку, на какое-нибудь такое глухое озеро, чтобы в пять часов ты сидишь, дымка такая над водой, природа вся ещё спит, а ты сидишь и водку херячишь. Ну красота же, скажи. Валерчик, я вчера с молодой девушкой познакомился. Да? И при каких обстоятельствах? Ну, это, просыпаюсь утром с будуна, так. Внутри она рядом лежит. Ну, думаю, самый повод познакомиться. Ты знаешь, Вовчик, я терпеть не могу вот этих подруг своей жены. Отчего? Ну, сам по сути, они все какие-то идиотки. В каком смысле? Ну, Светка орёт, когда кончает, как потерпевшая. А Ленка в рот не берёт. СМЕХ 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 СМЕХ